Добрый день всем! На самом деле, назвать то, что я буду вам сегодня произносить мастер-классом, было бы неправильным, потому что идея была как-то осмыслить то, что происходит сегодня в медиаиндустрии и в определенной мере выступить евангелистом проектного подхода к вообще управлению креативностью в современных медийных структурах. Собственно, с этой точки зрения я буду скорее все-таки лектором сегодня, чем специалистом, который будет заниматься своим мастер-классом. Я, конечно, могу. Но принципиальный вопрос заключается, с моей точки зрения, в том, что медиа сегодня деградирует. Мы часто слышим о том, что медиа деградирует, потому что они распространяют фейковый контент и так далее. С моей точки зрения проблема не в этом. Проблема в том, что медиа в определенном смысле сегодня в этой очень перенасыщенной информацией и образами среде перестали давать что-то уникальное. А те, которые привлекают, это действительно те, которые дают что-то уникальное. Медиа привлекли в такую фабрику. Собственно, то, что я сегодня постараюсь сделать, это рассказать о том, как уйти от этой фабрики. И с моей точки зрения спасением от ухода, спасением для того, чтобы уйти от этой фабрики, является некий проектный подход к медийным организациям. Мы немножко поговорим о том, что такое проектный вообще подход в медийных организациях, чем он отличается от процессного подхода. И, соответственно, посмотрим на то, как его можно применять. Ну, собственно, вообще для начала общий вопрос, почему деградируют организации. И причин для деградации организации превеликое множество. В каждой индустрии возникает какой-то период времени, когда традиционные для этой индустрии организации переживают революцию. Меняются, вынуждены меняться, разваливаются, перерождаются и так далее. Соответственно, организация деградирует. Во-первых, потому что наступает другая стадия жизненного цикла продукта. Зрелость, закат, исчезновение старого типа продуктов, появление нового. Вторая причина – это изменение окружающей среды. Изменение ценностей, которые аудитория или которые потребитель видит в продукте, который он потребляет. Третье – это внутренняя организационная культура компании не соответствует вызовам внешней среды. Ну, я не знаю, посмотрите на то, что происходит сегодня на рынке туристических агентств. Мы наблюдаем банкротство за банкротством. Почему? Потому что внутренняя ценность, организационная культура туристических агентств, смысл которых заключался в том, что мы вам продадим информацию о том, в каком отеле вам отдыхать и каким рейсом лететь, потому что мы носители сакрального знания, эта организационная культура в новом мире не живет. Почему? Да потому что я захожу в интернет, шлепываю по клавишам, три кнопки, потрачу на это 15 секунд и нахожу сам информацию об отелях и об авиарейсах, причем дешевле, чем это за меня сделает агент. Соответственно, четвертое – это организационная модель не соответствует ценностям потребителя, которые меняются. Собственно, то, что происходит сегодня в медиаиндустрии, это в определенной мере сочетание этих четырех факторов. Это другая стадия жизненного цикла, ряд медийных продуктов сегодня умирают, они находятся на закате. Это не значит, что они умрут завтра, но это значит, что в перспективе 10-15 лет часть из них вымрут. Второе – это меняется окружающая среда, меняются технологические горизонты, меняются ожидания аудитории, меняется представление о ценностях продукта, меняется организационная культура организации и, соответственно, она не соответствует внешней среде организации. Ну, короткий экскурс. Как выглядели медиа в докоммерческую эпоху? Все было очень просто. Медиа не зарабатывали деньги. Они обеспечивали плюрализм суждений и конкуренцию идей между собой. Вот у вас были разные политические партии, у каждой партии была своя газета. Аудитория прекрасно знала, какой партии принадлежит чья газета. И если аудитория хотела получить информацию о разных политических партиях, она читала разные политические газеты. И где-то в 19 веке, когда началась массовая коммерциализация масс-медиа, это произошло в первую очередь в Соединенных Штатах Америки, в печатной массовой прессе, собственники газеты, им стало невыгодно, чтобы потребитель читал чужую газету. И они сказали, о, давайте мы будем у себя освещать деятельность сразу всех политических партий. И тогда, значит, аудитория перестанет ходить к конкурентам. И началась коммерческая эпоха. То есть потребитель, если хочет узнать обо всех партиях, он читает газету X или Y, и газета начинает соревноваться за оперативность освещения этой информации, за то, кто быстрее эту информацию донесет о политических партиях, кто разнообразнее это сделать. В чем проблема сегодня, с моей точки зрения? Да проблема, в общем-то, с моей точки зрения в том, что новости обесценились. Ну, там Олег Дмитриев, вот жаль, ушел, он бы со мной, наверное, поспорил, но скорость доставки информации перестала иметь значение, был главным элементом конкуренции в медиа 30, 40, 50 лет назад, а 150 тем более, понимаете, когда у вас появились ротативы. Поднимите руки, кто не знает, что такое ротатив. Дофига. Ротатив – это технология, которая позволяла, значит, движение давления пресса, печатной формы на бумагу, переводить в движение вращения пресса, в результате чего скорость печати газет увеличивалась в десятки раз. И, соответственно, если тираж среднестатистической газеты, которая печаталась плоской печатью, в середине 19 века предполагало, что тираж в 100 тысяч экземпляров печатался полтора дня, то тираж в 100 тысяч экземпляров путем ротативной печати печатался часа за три. И можете себе представить конкуренцию, вот скорость, с которой газета могла действительно выдать информацию раньше, чем конкурент, если у нее был ротатив, условно говоря. А сегодня мы с вами видим, что на самом деле, да, сначала вот там конкуренция была за скорость, потребитель стремился к ресурсу, который быстрее сообщит новость. Потом потребитель стал стремиться к разным типам новостей, и к формам этих новостей, к успешности. Это вот была конкуренция за разнообразие. Это, условно говоря, тренд второй половины 20 века, как я его вижу. Второй половины 20 века. А вот кто сделает это разнообразнее, этот контент упакует по-другому? А сейчас, мне кажется, что мы находимся в ситуации, когда у нас есть дефицит оригинальных идей. Потребитель уже, в общем, он надоел от разнообразия, у него полно этого разнообразия. Он надоел от скорости, потому что любая новость все равно облетает за секунды, и же на земной шар. Ему нужна какая-то оригинальность идей. Это, кстати, моя принципиальная позиция в отношении медиа-центров. Тут сейчас у меня полетят помидоры, или яйца тухлые, мне все равно. Моя принципиальная позиция по поводу медиа-центров и вообще наличие профессионального, мощного технологического оборудования в медиа-центрах в университетах. С моей точки зрения, это все фигня. Ну, то есть как? Это не значит, что этого не должно быть, но если этого нет, это не значит, что не нужно учить людей медиа в университете. Потому что проблема в том, что мы сталкиваемся с колоссальным, огромным количеством профессионального оборудования в замечательно оборудованных технологических редакциях, которого выпускают плохой контент. Контент, в которого нет оригинальных идей. Проблема в том, что мы сейчас находимся в ситуации катастрофического дефицита креативности. Мы делаем при помощи 4К и Ultra High Definition в общем зачастую такую пургу, которая не то что оригинальностью не отличается, не отличается в общем-то способностью привлечь маломальски вменяемую аудиторию. И зачастую она работает только за счет того, что она привлекает аудиторию вчерашнего, позавчерашнего дня, которая через 20-30 лет умрет как динозавр. Следовательно, если мы все это сейчас переведем в институциональную историю масс-медиа, то мы сегодня находимся в такой ситуации нишевой журналистики мнения. Вот сначала была партийная пресса, потом массовая журналистика факта, кто быстрее новости, потом нишевая журналистика факта, мы будем новости про это, мы будем новости про то и так далее. А теперь собственно кризис, потому что за новостями гоняться уже как-то глупо. Новости делают роботы. И завтра их будут делать роботы в значительной степени, боты. Соответственно, и начинается соревнование на тему того, а как бы вот более в извращенной форме, нишевым образом изложить свое мнение, суждение, индивидуальность и так далее. И собственно принципиальный вопрос в том, что СМИ 20 века, от которых мы пока не ушли, мы пока еще СМИ 20 века не надо нам, мы пока в ньюзрумах, мы пока в редакциях, у нас стандартный продукт со стандартной удельной стоимостью. А что такое стандартный продукт со стандартной удельной стоимостью? Это фабрика новостей, конвейер. Там существует иерархия, дисциплина при индивидуализации творческого труда. Да, журналист отдельно, он автономен. Ему никто не будет говорить конкретно, как писать его текст. Если он профессиональный журналист, он напишет текст в соответствии с тем стандартам, которые заложены в редакции. Но потом он будет встроен в иерархическую систему. Ему скажут, на какую тему он должен писать обязательно. С каким углом подачи, вероятно, будет обсуждаться на редакционной летучке и так далее. Это фабрика. А что мы при этом наблюдаем? А при этом мы наблюдаем то, о чем вам только что прекрасно срешенно рассказал мой коллега. Мы наблюдаем на самом деле изменение контура вообще в конце 20 века. Много визуального контента, контент, интегрирующий разные платформы, юзер-дженерейтед контент, контент, который… Или юзер-дженерейтед маркетинг, когда контент может быть произведен кем-то другим, но я как пользователь фактически занимаюсь маркетингом. Мы в социальных сеточках с вами занимаемся юзер-дженерейтед маркетингом. Не побоюсь этого русского слова. Потому что мы с вами за счет того, что мы какой-то контент делаем более известным, расшаривая и репостя, или не делаем его более известным, мы повышаем его популярность. Мы осуществляем юзер-дженерейтед маркетинг. Это маркетинг, который зависит от нас с вами, а не от маркетолога, дяди, который наверху решил, сказал, вот наша целевая аудитория – это люди от 18 до 22 лет с таким-то достатком. Так вот, то есть мы находимся в ситуации интерактивности, ситуации другого модели вовлечения, ситуации, когда мы должны на самом деле изменить способы потребления, и меняются способы потребления медиа, люди в планшетах, люди в смартфонах, 24 часа в сутки потребления, огромное пересечение с компаниями из отрасли культуры, как бы телекоммуникаций. Но при этом… А, и реклама еще уходит. Реклама уходит в технологическую среду, реклама вся у гугла, реклама у агрегаторов, реклама у роботов, реклама уходит из традиционных медиа как производителей контента. Это не значит, что она уходит из медиа вообще, но она уходит к тем медиа, которые скорее делают алгоритмы, чем контент. Google – это компания, которая делает в первую очередь алгоритмы, а не контент. Она агрегирует контент, но не делает его сама по себе. И мы, в общем, находимся в ситуации, когда, да, мы знаем с вами прекрасно модель новостей. Вот вам, кстати, пиарщикам на заметку, тут пиарщики у нас сидят, чем отличаются журналисты от пиарщиков. Журналисты всегда работают на аудиторию и на ее потребности. Пиарщики всегда работают на заказчика, у которого есть коммуникативные интересы. Они являются посредниками. Вот сегодня эта граница размывается. Я прекрасно понимаю вопросы коллег. Почему она размывается? Да потому что посредники могут сами обращаться к аудитории. У них для этого есть все инструменты. Они могут создать мобильное приложение и делать прямую коммуникацию с потребителями. Для этого журналист не нужен. И наоборот, к журналистам тоже стали обращаться зачастую коммуникаторы. Говорят, ой, а давай ты нам, у тебя же большие аудитории в социальных сетях, давай ты нам вот тут испоешься спляшешь, мы у тебя еще так называемую, значит, нативную рекламочку купим. Да, это к вопросу о том, а собственно, что такое нативная реклама. Нативная реклама это в определенной мере журналистский контент. Поэтому эти пересечения тоже, в общем, создаются и возникают. А мы при этом фабрика. У нас вот конвейер, да, новости, отделы. Да, мы произвели конвергенцию этой всей структуры. Мы из отделов, которые отдельно делали новости, спорт и так далее, для разных платформ. У нас был отдельный отдел для газетных медиа, отдельный отдел для онлайна, отдельный отдел для аудиовизуалки. Мы все это слили воедино, сказали, у нас конвергентная редакция новостей. Но это фабрика. А что такое фабрика? Фабрика производит болты и гайки. Она производит стандартный продукт со стандартной стоимостью, И это происходит дальше. Дальнейшая индустриализация происходит, а без вымывания креатива из отрасли. Потому что чем больше ты технологизируешь и автоматизируешь процесс, тем меньше креатива у тебя, тем больше у тебя алгоритмики. Потому что техники и технологии приводят к тому, что производство новостей становится все более автоматизированным. Это все больше фабрика. Разделение труда внутри Ньюзрума и на низовых уровнях, это все вымывает креативный труд. У вас же даже сегодня новости ищет не сам журналист. У вас есть люди, которые там в поле, новости ищут, поставляют это в Ньюзрум. В Ньюзруме сидят редакторы, они это как-то обрабатывают, ну и так далее, идет разделение труда. Это конвейер такой. И вот эти маленькие солдаты журналистики или журнализма, есть такая книжка французская, маленькие солдаты журнализма. Они собирают новости, редакторы их обрабатывают, и так далее. Но при этом редакторы почему-то должны становиться, и от них требуют, чтобы они становились суперкреативными при абсолютно военной организации труда. Это военная организация труда. Она ничем не отличается от казармы, армии, в общем, конвейера Форда первой половины 20 века и любого другого конвейерного, стандартного производства. И, в общем, да, при этом мы наблюдаем огромное количество организационных изменений, которые все это сопровождают. Посмотрите на то, как, собственно говоря, какое количество неновостного контента генерирует медийная среда. Какое количество пересечений с другими индустриями возникает, в том числе с индустриями телекоммуникации. Вот вам ради интереса четыре крупнейших мировых концерна. Посмотрите на... Ну, там, сегодня часть из них происходит дезинтеграция. В частности, 21 век Фокс фактически сейчас сливается с Диснеем. Но если вы посмотрите на эти концерны и посмотрите на то, из каких компаний они состоят, это, извините, Камкаст, это телекоммуникационный гигант американский, внутри которого есть и телевизионная сеть NBC, и в то же время крупные кино-мейджор, да, там. Уолт Дисней, да, это компания, вы скажете, ну как же, Уолт Дисней, это Микки Маус, все вот эти прекрасные вещи, а не хотите все фильмы Квентина Тарантино, они тоже были сняты Уолтом Диснеем, просто в рамках другой компании. Не компании Уолт Дисней, которая про далматинцев снимала кино, а компании Мерамакс Филмс, которая тоже принадлежала Уолту Дисней, точнее, этому концерну. И то, что Уолт Дисней, извините, владеет крупной компанией ABC, это крупнейшая американская телевизионная сеть. То же самое касается многих других крупных там, мировых конгломератов. У вас все эти разные вещи, культурной индустрии, кино, индустрии компьютерных игр, видеоигр, и так далее, все это сливается. Происходят вот эти организационные изменения. Соответственно, контент-то нужен другой, он должен быть нестандартным, он должен быть разовым и так далее, и тому подобное. А у нас с вами фабрика. Мы забиваем гвозди, новости. И вот на этом стыке возникает необходимость в этой проектной модели управления. То есть центральная проблема, которую я вижу сегодня в медийке, она очень простая. Это несоответствие базового организационного дизайна медиакомпаний, ориентированных на процесс, бизнес-процессом компаний, ориентированных на проект. Мы с вами должны перестать генерить повторяющийся одинаковый контент. Потребителю это уже давно не нужно. Для этого у него есть агрегаторы, роботы, боты, которые пишут новости. А если мы хотим зацепить потребителя, мы должны к каждому контенту подходить индивидуально, как к проекту. А у нас нет для этого компетенции. Мы привыкли делать стандартный продукт. Вот стандартный, да, это разрыв. С одной стороны у нас есть стандартный продукт, который можно генерить в рамках хирургической системы, жесткого управления, вертикали власти, и так далее, со стандартными затратами. Это процесс, рутина, если хотите. А что такое проект? Это уникальный продукт всегда, с сжатыми временными сроками, с сетевой моделью взаимодействия, где не действует иерархия. Там не работает модель, я начальник, ты дурак. Там наоборот, чем больше людей на одном и том же уровне обсуждают идею, тем круче получается проект. Когда у вас создается фильм «Пираты Карибского моря», это не единолично. Джерри Брукхаймер там креативит что-то про пиратов. Это целая команда, которая думает, что бы такого, блин, придумать, что бы зацепить этого зрителя. И в такой команде, и в таких командах не работает иерархия. Я начальник, я тут сказал, а ты вообще молчи. Креативные проекты нельзя реализовывать по поручению. Нельзя вызвать к себе главного режиссера и сказать, я тебе поручаю снять фильм, который соберет кассу. Это бред. Только человек, который пришел сам, снизу, и принес суперский проект оригинального клевого фильма про пиратов, и была создана какая-то структура, которая может рассмотреть заявку на такой фильм, дать или не дать на него деньги, только этот человек сможет сделать крутой фильм про пиратов. Реально. То есть, что такое проект? Во-первых, это всегда временное предприятие. Любой фильм – это проект. Предназначенный для создания уникальных продуктов, услуг или результатов. Обратите внимание, продукты, услуги, результаты – это не обязательно продукты, которые вы даете на рынок. Вы можете создать уникальную модель производства чего-то. Проектная деятельность. Проектная деятельность противопоставляется операционной деятельности компаний, в которой это постоянное повторение одних и тех же операций с целью производства одного и того же продукта. Это операционная деятельность. Проектная деятельность – это временное предприятие, предназначенное для создания каких-то уникальных продуктов, услуг, товаров. Вот если сравнить то, что происходит сегодня с медийкой, традиционной медийкой, то я бы назвал это примерно тем, что происходило с кино где-то в 40-х, 50-х годах 20-го века. Потому что что из себя представил классический Голливуд до этого периода? Классическое кино. Классический Голливуд до этого периода – это были кинокомпании, в штате которых, в штате, замечу, работали режиссеры, актеры, сценаристы и так далее. Что это значило? Это значит, что режиссер, который работал на 20-й век Фокс, не мог снимать фильмы для Парамоунта. Он работал только на 20-й век Фокс. Артисты, актеры, которые снимались в фильмах 20-й век Фокс, они не могли сниматься в фильмах Парамоунта. У них была зарплата в 20-м веке. Это было стандартно. Ну а что на выходе? На выходе у вас получались очень стандартные продукты со стандартной удельной стоимостью. Знаете, по какой цене голливудские мейджоры, крупные компании продавали права на показ фильмов в кинотеатрах? И от чего эта цена зависела? Она зависела от длины пленки в метрах. То есть стоимость на самом деле удельного метра пленки была примерно стандартная для каждого фильма, потому что все фильмы были примерно похожими друг на друга по модели, по составу актерскому, по уровню режиссуры и так далее. И да, у вас в этом стандартном продукте наблюдалась высокая ротация зрителя, потому что средняя посещаемость залов оставлял четыре раза в месяц. Среднестатистический американец ходил четыре раза в месяц в кино. Система вертикально интегрированных студий, это были фабрики по производству кино. В 50-х годах вся система рухнула в одночасье, потому что появился другой вид стандартного контента, назывался он телевидение, который был бесплатен. И, собственно говоря, посещаемость залов упала в разы. Американцы просто перестали разово ходить в кинотеатры. Они перестали ходить в кинотеатры настолько, что компании, которые инвестировали деньги в создание фильмов, захотели других гарантий и разделения рисков, связанных с неудачей конкретного фильма. То есть индустрия стала более рискованной, бизнес стал более рискованным, потому что продукт стандартный уже не имел того уровня потребления, который он имел. Изменился внешний контур. И у вас началось то, что называется сегодня до сих пор, тогда называлась эпоха спектакуларс, а сегодня эти фильмы называют блокбастерами. Это когда каждый фильм – это уникальный продукт с нестандартной удельной стоимостью. Есть фильмы очень дорогие, есть фильмы очень дешевые, есть фильмы с средней стоимостью. И заранее сказать, сколько будет стоить фильм для прокатчика невозможно, потому что все фильмы разные. И на всех фильмах уникальные составы актерских, режиссерских, сценарных команд и так далее. К чему это привело? Потому что режиссеры, сценаристы, актеры были вышвырнуты за штат кинокомпаний, потому что кинокомпании больше не хотели не истерийски, связанные с постоянной занятостью этих людей. Они хотели иметь возможность набирать из очень широкого набора актеров, сценаристов, режиссеров и так далее, каждый раз уникальные сочетания для уникальных фильмов. То есть у вас на выходе уникальный продукт с нестандартной стоимостью, ротация зрителя в залах другая и она значительно ниже, и поэтому у вас большое количество товаров заменителей. Соответственно, вот актеры, сценаристы, режиссеры являются свободными создателями контента, свободными, потому что они не привязаны к какой-то конкретной компании. Приходит у вас Спилберг, 20-й Виа Фокс, и говорит, я хочу снять фильм вот про это. И потому что он Спилберг, 20-й Виа Фокс, принимает такое решение. Но есть актеры более низкого уровня режиссера, которые все равно могут также прийти в компанию. Существует целая система конкурсных процедур в компаниях, в киношных, которые таким образом отбирают креативные идеи для того, чтобы их реализовывать. То есть проектная модель, это когда каждый конкретный фильм это проект уникальный, отдельный, с отдельной стоимостью, с отдельным бюджетом, с отдельными временными рамками. А такой проект нельзя реализовать в стандартной организации. Стандартная организация, вот она, у вас есть руководители отделов, внутри них есть сотрудники и так далее, и одного из них назначают координатором проекта, говорят, вот, ты будешь координировать вот этот проект. Но при этом в своем проекте будет еще двое других соисполнителей, они подчиняются другим руководителям, руководи ими. Руководитель он на меня не сможет, потому что у него другие начальники. У этих людей другие начальники. Поэтому на самом деле используется там другая матричная структура, вот так она выглядит. Называется сбалансированная матрица, когда у вас руководители отделов отвечают за то, как работают их люди на конкретных проектах, и при этом назначаются менеджеры проектов, которые отвечают за все, что происходит на каждом проекте. И проект ориентирован на рынок. Но! Но главная проблема заключается в том, что творческими работниками, я вам уже сказал, в большинстве творческих индустрий невозможно креативный проект реализовывать в иерархической модели. Да, у вас всегда какой-то вид процессной деятельности в организации будет построен на иерархии. Потому что иерархия – это единоначалье, единство решений и так далее. Это ряд операционной деятельности, стандартной, без которой ни одна организация выжить не может. В конце концов, вам нужно постоянно эти фильмы выдавать, вам нужно постоянно осуществлять их маркетинг, вам нужно постоянно их продавать кому-то, и это постоянная процессная деятельность. Она не проектная, по сути, она постоянно, и можно делать только в рамках иерархии. А что такое иерархия? Это операционная деятельность, это контроль, формальные требования и так далее. Как работают в креативных отраслях? Там другая модель. Там работает модель равноправия между всеми участниками проекта. Там отсутствуют формальные требования к участникам проекта. Люди свободно креативят что-то. И, как правило, люди на таких проектах работают не потому, что им платят деньги, а зачастую потому, что им хочется реализовать что-то, им интересно. Если человеку не интересно, он такой проект не сделает. Такой проект может сделать только человек, вовлеченный, которому интересно сделать, создать что-то с нуля. Следовательно, должна быть создана какая-то машина, воронка, если хотите, в которой можно отбирать людей, которые что-то предлагают, и самым лучшим из них давать ресурсы, чтобы эти люди что-то реализовывали. В горизонтальных структурах, в командах. И руководят такими командами такие кентавры, назовем их так. Это люди, которые, с одной стороны, стыкуют иерархические требования сверху. А это какие требования? Требования по бюджету, по дедлайну. У любого проекта есть бюджет, дедлайн и так далее. Но не дай бог вам, дедлайны, бюджеты и все остальное сливать потом внутрь коллектива и заставлять актеров играть меньше дублей, потому что каждый дубль стоит денег. Это разрушает творческий процесс, у вас в результате будет приводить к тому, что актеры будут плохо играть, потому что они будут экономить количество дублей. Поэтому задача вот этого человека сохранять не иерархическую, горизонтальную модель взаимодействия в команде, внизу, но при этом наверх стараться выдавать тот результат, который хочет заказчик. В данном случае процессные структуры любой компании. То есть у вас внутри самого проекта люди выдают какой-то результат, который им кажется завершенным и правильным, а задача продюсера сделать так, чтобы этот результат съели внешние стейкхолдеры, то есть те, кто его оценивает на рынке. И этот человек и есть продюсер, задача менеджера. Куча решений у этого вопроса, куча. И там можно посмотреть на реформы, которые произвели общественные вещатели, европейские, как они, BBC на протяжении последних 10 лет. Там все построено на том, чтобы создать вот эту модель внутреннего рынка, если хотите, или конкурсного механизма, в котором, условно говоря, у вас есть модель взаимодействия, в которой вот у вас есть, грубо говоря, блок производства контента, и этот блок конкурирует с внешними, по отношению к нему, рыночными структурами, со сторонними производителями, на равных, за право производить контент для канала. А канал закупает этот контент, и если он недоволен стоимостью этого контента от своих, то он может закупить от других. Это крайне сложная организационная структура, но только она способствует улучшению качества, потому что команды начинают производить продукт не потому, что им за это дают деньги, а потому, что они вовлечены, им хочется произвести продукт, который будет лучше, чем продукт у конкурентов. Они начинают производить не потому, что им сверху прилетела манна небесная в виде бюджета на производство. Как это работает на практике? На самом деле это стандартная модель, я вам сейчас ее покажу. Вот она здесь в виде пирамидки такой. Эта пирамида отражает реальную суть того, как заказываются прайм-таймовые драмы, сериал в жанре драма на американском телевидении. Если американский канал, ну, например, ABC, хочет заказать драму, хочет произвести драму, то есть сериал в жанре драма в прайм-тайм, он не вызывает генпродюсера, канал, и не говорит ему, я поручаю тебе снять гениальную драму, у которой обязательно должен быть рейтинг такой-то. Это невозможно сделать. Ему поручают произвести конкурс на лучшую идею лучшей драмы. И конкурс этот называется питчинг. Питчи – это короткие презентации, буквально две минуты. Основной, ключевой идеей проекта, в данном случае сериала. И у вас на питчинг приходят 250-400 заявок. То есть представьте себе разные маленькие компании, маленькие конторы, маленькие продюсеры, которые занимаются производством разного типа сериалов, подают вот такие заявки, их 250-400. И по каждой нужно сделать питч. Короткую, двух-трехминутную презентацию, не больше двух-трех минут, время очень жестко регламентируется, перед командой продюсеров от канала. И команда продюсеров от канала должна из этих питчей какие-то отобрать. с наиболее оригинальной, как им кажется, идеей. Как правило, отбираются вот из этих 250-400 питчей, отбирается 40-75 команд, которым дают деньги на сценарий. Говорят, ребята, ваши идеи нам кажутся суперинтересными и креативными, вот вам деньги, на эти деньги закажите сценарий. Ребята заказывают сценарий. Обратите внимание, нельзя у этих ребят стырить идею и по ней заказать сценарий. Потому что продюсер от канала никогда в жизни не проконтролирует, насколько этот сценарий соответствует этой идее. Идея не его. То есть соответствие идеи может проконтролировать только тот, чья это идея. Иначе будет не идея, иначе будет саванна, одетая на глобус. Так вот, поэтому заказываются сценарии. Из полученных 40-75 сценариев, 10-15 удовлетворяют продюсеров по качеству, приемка их произведена, им дается второй транш денег. Второй транш денег на пилоты. Пилотный проект. Что такое пилотный проект? Это короткий набор из нескольких серий, 10-15 эпизодов, которые стоят недорого, в которых снимаются, как правило, второсортные актеры, для того, чтобы потестировать эту идею на аудитории. Как правило, их ставят в позднее время, вечернее, и смотрят, насколько их средний рейтинг этих сериалов выше, чем рейтинг стандартный в этом тайм-слоте. И из этих 10-15, каждый второй, условно, 6-7 сериалов финансируется в полном объеме. Но реально успешными из них оказывается только 2. Посмотрите, какая воронка. Из 450 идей, 400 идей. У вас реально успешными оказывается может быть парочка. Но именно такой конкурсный механизм позволяет находить по крупицам такие проекты, как «Теория большого взрыва», который потом в течение нескольких сезонов рвет рынок, или какие-то там «Секс в большом городе», ну или другие сериалы. Просто потому, что это модель, в которой на самом деле что-то снимается или производится по проектному принципу. Не по принуждению, потому что заставили, а потому что сама команда захотела это сделать. Когда меня спрашивают, а как нужно учить студентов-креативщиков, ну мы там стараемся это как-то делать в вышке. Я отвечаю на очень простой вопрос. Я отвечаю на этот вопрос очень следующим образом. Нужно давать возможность студентам делать те проекты, которые они хотят сделать сами. Только в этом случае, ну в рамках каких-то оговоренных принципов, это не должен быть проект за пределами темы. Но если студент будет делать проект, который мы навязали, он никогда не сделает его хорошо. Он может хорошо снять только собственный фильм, который у него есть в замысел в голове. Он может хорошо спродюсировать только тот мультимедийный сайт, который у него самого есть в голове, а не который ему дал преподаватель и сказал, вот я вам всей группе из 30-40 студентов даю задачу сделать интернет-сайт на тему охраны домашних животных. А может быть мне нафиг не интересны домашние животные, не занимаюсь я ими, у меня их нет, и они меня бесят. Такие люди есть. Соответственно, почему я должен делать такой сайт? Я никогда не сделал такой сайт хорошо. Никогда. Следовательно, принципиальный вопрос самоопределения. Проектная деятельность предполагает, что в проект, как правило, должны быть вовлечены люди, которым самим лично этот проект нужен. Для самовыражения, для получения признания какого-то рода таких потребностей. А это фактически вынуждает нас к вообще другому, другой модели того, что мы должны создавать как индустрия, медийная индустрия, если хотите. Да, в этой модели огромный объем рисков. Поэтому эту модель называют моделью хитов или индустрии хитов. Вообще медиа называют индустрией хитов. Это индустрия, в которой 80% прибыли приносит 20% продуктов. Остальные 80% продуктов вылетают в трубу. Неминуемо. Это значит, что вы должны производить 100 передач, из них успешными окажется 20. И эти 20 принесут вам 80% всей вашей прибыли. Но остальные 80 передач будут, в общем, тухлятиной, которую никто не купит и у которой будет очень низкий рейтинг. Но не произвести их вы не можете, потому что заранее оценить, чего захочет ваш зритель, до конца не может никто. Большинство продуктов, которые производит медиа, это продукты, связанные с индивидуальными эстетическими вкусами. А индивидуальные эстетические вкусы до сих пор ни одно маркетинговое агентство старания предсказывать не умеет. Это заблуждение. Не умеет. И, собственно, все медиа построены на том, что нужно сначала произвести контент, выдать его на гора аудитории, заставить аудиторию этот контент как-то потребить, посмотреть путем маркетинга и так далее. И дальше она, может быть, примет решение продолжать просмотр или не продолжать просмотр, но заранее понять, что вы должны снять в фильме, чтобы этот фильм оказался успешным, вы не можете. Так же, как вы не можете заранее понять, что должно быть в телепередаче, чтобы она оказалась успешной. То же самое, как вы не можете понять, какого рода музыкальные композиции должны быть в ротации и в какой последовательности. Вы ответить на этот вопрос до конца не можете, потому что в определенных обстоятельствах у вас выстрелит одна комбинация, а в других обстоятельствах другая комбинация. И заранее предсказать это вам будет крайне сложно. Собственно, на этом построен весь маркетинг в медиа. Сначала вы даете продукт, экспериментируете, пробуете на свой страх и риск. Часть этого выстреливает, значительная часть этого отваливается. Вы продолжаете эксперимент. Собственно, но сделая так, что вы произведете заранее продукт на основании оценки того, что хочет от вас потребитель, медиа этого не умеет делать до сих пор. На самом деле. Ну, примерно это вчера не то, что я хотел вам рассказать сегодня, друзья. Если у вас есть вопросы, то я с удовольствием на них отвечу. У нас есть кто-нибудь, кто носит микрофоны? Или мне его... Нет вопросов-то? Что, совсем все так плохо? Смотрите, там вопрос какой-то. Здравствуйте. Студентка высшей школы журналистики и медиа-коммуникации Казанского федерального университета. Очень приятно было послушать вашу лекцию. Я участница зимней школы направления менеджмент-СМИ. И поэтому уже имела честь послушать ваши лекции в Москве. Но у меня вопрос такой. То есть вы говорите о том, что сначала нужно выдавать контент, а потом анализировать и проводить какую-то рефлексию. Как же рейтинги и какая-то репутация медиа? То есть мы же таким образом можем ее подпортить и обратно рискуем не вернуть эту репутацию. Можете, поэтому у вас должно быть собственное представление о границах того, чего можно, чего нельзя, какой-то стандарт. Ну, понимаете, если бы все медиа гнались за максимизацией аудитории, они бы показывали порнуху. Все. Без исключения. Визуальные я имею в виду, потому что есть не только визуальные медиа, хотя радио, наверное, тоже. Вот. Ну, Виктория Александровна поправит меня, если не прав. Вот. Соответственно, но почему-то по какой-то причине медиа этого не делают. И они этого не делают, поверьте мне, отнюдь не потому, что есть Роскомнадзор, но еще потому в значительной степени, что часть из них по своему формату не хотят показывать такого рода контент. У них есть собственное представление о том, что можно делать, а что делать не стоит. Следовательно, должны быть внутренние ограничители того контента, который вы считаете приемлемым по качеству. Это не значит, что вы должны выдавать некачественный продукт. Качественный он для вас, как для креативной команды. И вы, как креативная команда, за проект отвечаете. Там вот у меня есть курс по проектному менеджменту медийному, который я делаю на протяжении нескольких десятков часов. Где там учу-то? Это стандартный. Берете стандартный американский модель PMBOK. PMBOK – это стандартно-американское управление проектами. Управление проектами состоит из 47 операций. Там 47 операций, и там есть группы действий и так далее. И по этой модели можно разложить любой медийный продукт. Управление вовлеченностью, управление участниками, управление качеством, управление сроками, управление бюджетом, ну и так далее. Собственно, вы, как человек, отвечающий за проект, отвечаете за то, чтобы он был максимально высоким по вашим собственным внутренним требованиям качества. Но вы при этом не можете ручаться за то, как его оценит аудитория. Это отдельный вопрос. Должны быть какие-то внутренние меры оценки качества, которые у вас могут или должны существовать. Спасибо. И вот вяло тянется рука. Здравствуйте. Казакова Наталья, Чувашский государственный университет. Я хотела бы спросить насчет проектной группы. Как всего лучше составить именно эту проектную группу? Как бы именно, ну не только единомышленников, а как вот отбирать тогда кадры, если делать хороший проект? Это, наверное, важно, именно кадры. Я вам отвечу словами предыдущего Арата. Community management. Ну, как бы, понимаете, проект – это мини-сообщество. Мини-сообщество людей, которые объединены какой-то общей целью. Во-первых, они все должны хотеть сделать именно такой проект, который вы хотите. И каждому из них почему-то такой проект должен быть нужен. Вы никогда не сможете заставить сделать хороший проект людей, которому он вообще не нужен. Он им зачем-то должен быть нужен. Одному он будет нужен, потому что ему интересно попробовать новую форму реализации контента. Другому будет интересно поэкспериментировать с новыми кластерами аудитории неохваченными. Ну и так далее. Поэтому, как таких людей отбирать? Ну, чаще всего это не модель традиционная для рекрутинга, не модель резюме. Ну, понятно, резюме – это стандартный документ, там его можно получить и так далее. Но это не стандартный отбор на основе только резюме. Это, по всей видимости, отбор на основе какой-то коллаборации между людьми предварительной. И, кстати, в хороших медийных проектах всегда есть паспорт участников. То есть, хорошие руководители проектов имеют всегда в голове какой-то набор людей, с которыми они работали, и опыт работы, с которыми их устраивает. И, как правило, к этим людям регулярно обращаются, потому что опыт работы с этими людьми для них имеет значение. То есть, какая-то внутренняя база, представление о команде, вообще в медиа, в этом смысле, командность имеет значение. Вот в проектной именно, в проектной сфере. Да, ты пришел на проект, ты пришел на проект со своим коллективом часто. Или, по крайней мере, ты знаешь, где его взять, где брать людей, это очевидно. Вы не можете просто набрать по объявлению. Ну, то есть, как, можете, наверное, но процесс фильтрации их и процесс отбраковки будет настолько тщательным и сложным, что вы должны быть готовы к тому, что 80% резюме или 90% кандидатов вы отбракуете. То есть, извините, пожалуйста, это должна быть уже какая-то сформированная команда? Это должны быть более проверенные люди изначально? Вы не всегда, если вы только начинающий, вы не можете заранее иметь уже проверенную команду. Вам придется ее создавать путем крайне сложных, в общем, крайне сложного вовлечения разных людей в работу. Вы должны заинтересовать людей. Посмотрите фильмы про, я не знаю, проектное управление. Посмотрите фильмы про то, как люди создавали, я не знаю, фильмы про кино. Ну, посмотрите, фильмы про кино, индустрию, их полно разных, да, про то, как делают фильмы. Приходит один чувак к другому чуваку, он говорит, слушай, тут такая идея. Давай снимем вот это. Он говорит, слушай, да, интересно, а вот мы, может быть, еще постучимся к одному товарищу, потому что вот эта вот идея, которая его может заинтересовать. Ну, вот как-то так это делается. Вы сами создаете команду, как руководитель проекта. Вы не ждете, пока к вам будет резюме поступать пачками, а вы дальше будете их так фильтровать. Вы, к сожалению, должны сами действовать. Посмотрите, кстати, фильм «Социальная сеть» про Цукерберга. Там этот фильм как раз про это. При том, как он создавал группу единомышленников, готовых делать тот продукт, который он сделал. Спасибо вам большое. У меня еще один вопрос. Мы сейчас заговорили о штате и команде, которую нужно набирать. Вот интересно, если даже брать на примере кино, есть такие режиссеры, которые не каждый раз по-новому набирают в себе сценаристов, операторов, режиссеров и актеров, а те, которые работают в той команде, в которой им комфортно. Например, тот же Триер часто берет… Вопрос в том, в итоге правильнее каждый раз набирать новую команду, чтобы было креативно и проекты появлялись новые, или все-таки работать в том штате, который уже проверенный и стандартный? Вопрос понятен. Ответ скорее «да», чем «нет». Да, мы знаем прекрасно, что почти во всех фильмах Квентина Тарантино обязательно снимался какой-нибудь там… Кто там снимался? Сэмюэль Джексон. Да, наверное. Но вовсе не факт, что все эти фильмы с Сэмюэлем Джексоном оказывались успешными именно потому, что на этой роли Сэмюэл Джексон. Проверить это вы не можете. И я вас уверяю, среди фильмов Тарантино есть и провальные тоже. Следовательно, вы не можете заранее это знать. Да, вы можете идти по пути наименьшего сопротивления и снимать фильмы всегда одной и той же командой. Но вероятность того, что вы каждый раз будете получать именно успех, вы не можете предсказать. Более того, если вы знаете, очень часто разные фильмы одной и той же серии, например, про Гарри Поттера с одними и теми же актерами, зачастую ставились разными режиссерами. Почему? А у них были разные представления о том, как вот именно эту книжку можно поставить в кино. Вот и все. Поэтому, в общем, это путь наименьшего сопротивления, он не всегда дает хороший результат. Потому что аудитория любит перемены, ну и потом фишки, какие-то ходы уникальные должны быть всегда. Вы не можете их обеспечить уникальными одним и тем же коллективом, вы как-то ротировать его должны. Тут вот где-то был вопрос. Друзья, к сожалению, время вопросов подходит к концу, потому что мы не очень укладываемся в формат, который должен быть. Поэтому давайте поблагодарим нашего спикера. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!